Всем привет, меня зовут Скретч, и сегодня я стану Тором из будущего. Погнали! В общем-то, ребят, как вы поняли по названию ролика, сегодня я стану Тором, но не обычным Тором, а Тором из будущего. И позже вы поймёте, как я им стану. Ну и как вы можете заметить, я заспавнился рядом с деревней. Эйдз, значит, что первым делом необходимо, конечно же, облутать кузницу. И надеюсь, здесь будут интересные вещи, неплохо. Ну и, конечно же, добудем печки, они нам тоже очень сильно понадобятся. Ну и вы меня спросите, Скретч, а как ты собрался становиться Тором, а тем более Тором из будущего? На самом деле, всё очень просто. Мне сказали, что в этой деревне есть какой-то старик, который очень любит рассказывать легенды. И, по-моему, как раз-таки я его вижу. Так, ну больше в этой деревне нас ничего не интересует, так что давайте поговорим со стариком. Здравствуй, сын мой, хочу рассказать тебе одну легенду. Однажды путешественник во времени отправился в будущее, чтобы посмотреть на наш мир. Он обнаружил, что случилась Великая война. А также он нашёл один костюм. Хм, возможно, он говорит о костюме Тора. Путешественник во времени отправился в будущее. Это что-то очень интересное. А что это был за костюм? Этот костюм, он... он искрился. Судя по всему, этот костюм принадлежал богу Грома, а именно Тору. Но помимо этого он обнаружил ещё одну вещь. И это был не Мьёльнир, а другое оружие. Хм, возможно, в будущем у Тора было какое-то другое оружие. Интересненько, а где сейчас этот костюм? Этот костюм прошёл всквозь века. И в конце концов он оказался у меня. Легенда гласит, что если в нашем времени есть достойный, то он сможет совладать с мощью этого костюма. Так, ребят, этот костюм оказался у этого старика. А что если этот старик и есть путешественник во времени? Что-то это всё очень подозрительно. Ладно, я хочу получить этот костюм. Юноша, я готов дать тебе этот костюм. Но только если ты принесёшь вещи, которые необходимы для моего выживания. По рукам? Окей, скоро принесу, ждите. Так, ладно, и мы получили квест, который называется Легенда. Алмазный топор, часы и ножницы. Да это просто элементарно, старик. Кстати, у меня тут много железной брони, давайте её наденем. И я вас лишу света ненадолго. Эээ, если вы, конечно, не против там, да? Ух, ребят, чую этот выпуск будет интересным. Так что погнали в шахту. Добываем уголь. Также нам необходимо добыть железка на ножницы. Ну, в принципе, оно и логично. Ух ты, я нашёл каньон. Кто стреляет? Скелет, пошёл отсюда. Мне сейчас очень необходимо золото для того, чтобы создать часы. Ну и также редстоун. И, конечно же, алмазики на алмазный топор. Так, а ну, паука, иди-ка погуляй отсюда. Вот так-то лучше, ё-моё. Так, ну что ж, ребят, теперь нам необходимо найти золото. И, надеюсь, найду я его быстро. А, кстати, редстоун нам тоже очень сильно нужен. Так что давайте его тоже добудем. Восемь кусочков, думаю, хватит. Ну, нам как бы всего один нужен был, но да ладно. Ого, спадет, три крипера бежит. Где мой быстрее золото надо? Так, ребят, я вижу золото. Хорошие новости. Давайте отгородим вот эту вот лаву. Давай, лава, быстрее. Мне нужно всего четыре кусочка золота. И, надеюсь, здесь будет четыре. Итак, кусочек раз, и всё, да. Ребят, безумно крутые новости. Я нашёл алмазы. И здесь, насколько мне кажется, сразу восемь штук. То есть нам хватит и на алмазный топор для этого старика, ну а также нам на алмазную кирочку для того, чтобы добыть обсидиан. Эть паркур, главное, не умереть, да. А вот как раз-таки и золото, которого нам так не хватало. И, ребят, здесь у нас целых четыре кусочка. Теперь нам точно хватает на часы. Ресурсы на часы есть, на ножницы есть, на топор есть. Так, ну что же, ребят, мы прямо сейчас можем получить костюм Тора из будущего. Так что погнали наверх. Конечно же, ставим печки и кидаем золото сюда, а сюда железка. И пока оно там всё плавится, добудем дерево. Эть, нарубить дров, капец. Дрова нарубили. Создаём верстак. Старик ждёт. Крафтим алмазную кирочку. Ну и, конечно же, алмазный топор. Железка и золото у нас уже переплавились. Так что, ребят, создаём часики. Ну и, конечно же, ножницы. И всё, ребят, задание завершено. Легенда. Добываем все наши шмоточки и погнали быстрее к старику для того, чтобы получить всё, что нам нужно. Ребят, мне кажется, это будет бомба. Чё там? Топор, часы и ножницы. Да изи, ё-моё. Старик, привет. Оружие, которое лежало рядом с этим костюмом, находится в нём. Удачи тебе. Нажимаем завершить. И нам дают какой-то костюм из Войны Бесконечности 2. То есть, из Второй Войны Бесконечности? Чего, блин, будет ещё одна Война Бесконечности? Не понял. Так, ладно, давайте быстрее наденем это всё. Офигеть, он реально искры выбрасывает. Капец, как всё описывал старик. Я знал, что ты путешественник во времени, старик. Я знал. Так, ладно, ребят, давайте быстрее свалим отсюда. Во-первых, в этом костюме мы можем бегать просто с неимоверной скоростью. Я на самом деле чувствую себя немного флэшем. Ой, это чё было, не понял. Это не я, это, да, извините. Так, мой плащ пропал. Ладно, у меня теперь Торовский плащ. Так, ребят, ну что, давайте смотреть наши способности. И у нас что? Штормбрейкер, я понял. У нас то есть не Мьёльнир, а Штормбрейкер, на котором я могу летать. Но как только я его выпускаю из рук, я начинаю падать, господи. Но с ним я могу раскрутить его и полететь. Господи, ребят, это круто. И я там, это я сделал? Только не говорите, что это я сделал. Да, ребят, походу это сделал я. Ну а кто ещё мог это натворить? Так, ладно, ребят, как вы поняли, первая наша способность это летать на Штормбрейкере. И на самом деле это довольно-таки крутая способность. И ещё мы можем его очень пафосно крутить. Почему бы и нет? Ууу, крутим Штормбрейкер. И когда мы его раскрутим, мы можем его... Извините, овечка. Я его просто выронил из руки. Ладно, на самом деле мы можем кидать его. Вот таким вот образом. Ну вы видели как. И, кстати, когда он возвращался назад, он задел ещё одного моба и его расфигачил. Так, а ну-ка кидаем. Дрын-дын-дын-дын-дын. И курицу, и свинью зарубил. Вот это неплохая способность, ребят. Кидать Штормбрейкер, крутая способность. И офигеть, мы с вами быстро перемещаемся. Тор из будущего, из Войны Бесконечности 2. Чего, блин? Так, ладно. Далее у нас есть способность, которая называется Асгардийский мясник. И когда мы её активируем, мы просто начинаем крутить топор другим образом. И он сам уничтожает просто всех, кто попадается у него на пути. И на самом деле это безумно крутая способность, которая может нам в некоторых моментах очень сильно помочь. Ладно, ребят, что мы ещё мойдём? Мы можем из Штормбрейкера преобразовывать молнии вот таким вот образом. И вы понимаете, они приклеиваются к живым существам. То есть я даже не должен наводиться на них, они вот таким вот образом. Так, тебя трава спасает, глупая овечка. Ну слушайте, ребят, довольно-таки крутые способности. А если будет много мобов? Допустим, вот эти лошадочки. Привет. И давайте протестим. Нет, мы можем бить только одну, ладно. Далее у нас есть способность, которая называется Лайтнинг Страйк. То есть удар молнии, которую я случайно сделал в этой деревне. Извините, деревня я, конечно, не хотел. Но мне интересно, а как быстро мы одолеем нашего, ой, дракона? Да, ребят, походу я сейчас спалил ещё одну свою способность, а именно подрыв. Мы можем просто взрываться на месте. Я не знаю, как эта способность может нам помочь, но я думаю, она как-нибудь нам поможет. Ну, по крайней мере, в будущем уж точно. О, кстати, я нашёл ещё одну деревню. Но это не моя деревня, так что это, извините. Ага, не понял, не понял. А как я разрушил тогда в той деревне всё? Это что-то очень странное. Также, ребят, у нас есть ещё две способности. Это сила Одина и путешествие между измерениями. Но мы с вами не такой прокачаны, мы не можем путешествовать вне измерений. Но я уверен, в ближайшем будущем наша способность откроется. Ну, а вот способность сила Одина, я не хочу её вам сейчас показывать, ребят. Но я её совсем скоро вам покажу, и вы просто офигеете. Это я вам гарантирую, так что не переключайтесь. Кстати, алмазная кирочка, у нас погнали добудем обсидиан. Чего, блин? Чтоб вы понимали, раньше таких способностей у меня не было. Я киркой землю добываю просто нев... Ай, рукой. Я настолько силён, что ли, что я вот так вот землю просто уничтожаю. И камень добываю довольно-таки быстро. Кстати, говядиной добываю так же быстро, как и алмазной киркой. Что происходит? Так, ладно, ребят, погнали за обсидианом. Так, ну что ж, ребят, прошло довольно-таки много времени, и я добыл весь обсидиан, который мне нужен. Так, братишка, ты чё здесь стоишь? А ну-ка, давай, до свидания. Ты мне тут... Не понял, ты чё, выжил, что ли? Так, криперов, кстати, штормбрейкером я убиваю с одного удара. То есть я довольно-таки сильный. Ух, ребят, вы понимаете, что дракону просто не сдобровать. Потому что мы можем его даже снизу не ждать, а просто летать за ним и фигачить. Офигеть, дракону жопа. Так, ладно, ребят, давайте где-нибудь рядом с нашей деревушечкой построим тот самый портал. Начинаем строить. Так, ну что же, ребят, портал готов. И знаете, как я его подожгу? Да вот так вот. Не понял. А если я сделаю вот так вот? А может быть, вот так вот? Эй, портал! Опа-на, ребят, так, мы его подожгли. И это безумно круто. Так, ладненько, давайте зафигарим эндермена, кстати, с одного удара мы его не убиваем, к сожалению, но убиваем с двух. Так, крипер, эх, это было опасно. Так, здесь еще один эндерменчик, нельзя упускать такой экземпляр. Тоже ничего не выпало. А, нет, выпало. Спасибо. Погнали в ад, влетаем. Как говорится, выйди и зайди нормально. Захожу. Так, ну что же, ребят, я в аду, и теперь нам необходимо найти крепость. Благо у нас есть полет, и это не составит никакого труда. Так, а вот как раз таки крепость, которая нам и нужна, здравствуйте. Так, эфрита я убиваю с одного удара, что уже радует. Привет, спавнер, пока. Блин, я еще так быстро ломаю блоки, что просто посмотрите. Главное, ничего лишнего не сломать. И зато я могу между спавнерами и между эфритами очень быстро перебегать. Еще один спавнер, здравствуйте. Так, пока, блейзики, вы мне больше не нужны. Кстати, я думаю, семь стержней эфрита нам хватит с головой. Блин, ребят, мне так нравится играть за Тора. Просто посмотрите, как я кручу свой штормбрейкер. Получай. И, кстати, они меня вообще не могут пробить, то есть я безумно мощный. Ну, конечно, я же бог грома. Так, ребят, семь стержней эфрита у нас в кармане, так что погнали домой. Теперь нашей целью является убить эндерменов. Как можно больше эндерменов. А именно 14-16 штучек. Слава богу, что мы умеем летать, так что это будет вообще изи. Э, господи, крипер. Эх, ребят, летать по Майнкрафту, да это просто мечта любого Майнкрафтера. Стоп, я не понял, я убил одного эндермена с одного удара? Если я бью их в полете, они умирают с одного удара, ребята. То есть, когда я летаю, я настолько мощный, что они просто не могут ничего с этим сделать. Ух, чую дракону не сдобровать, когда я буду сражаться с ним в полете. А ну-ка протестируем нашу теорию. Да, ребят, мы убили его с одного удара, супер. Ладно, ребят, сейчас я добуду оставшиеся эндерперлы. Так что, раз, два, три. Блин, ребят, это так весело, что я просто не могу остановиться. Я добыл, кстати, уже целых 15 эндерперлов. Переделываем стержни эфрита, объединяем с жемчугом эндера и погнали. Не понял. Зомби, чё с тобой? Скелеты, а вы чё тут? А ну-ка давайте все до свидания, не отвлекайте меня. Кидаем ока эндера и оно летит туда. Хорошо, берем штормбрейкер и погнали. И, кстати, ребят, знаете, что я понял? Броня Тора не бесконечная, всего тысяча прочности. Но я думаю, это не проблема. Так, кстати, ока эндера полетела назад. А как давно она полетела назад? Я чё-то профукал этот момент, интересненько. Кидаем. Хм. Так, опять полетела назад. Окей. Так, ребят, только что ока эндера полетела вниз. Это значит, что нам нужно копаться где-то здесь. Ух, мне нравится скорость. И, кстати, бубух. Ну, не знаю, просто не удержался. Кстати, силу Одина скоро мы протестируем с вами еще прямо в эндер мире. Надеюсь, она там сработает. Это все-таки другое измерение. Ну, а теперь единственное, что осталось, это просто найти портал. И, кстати, ребят, хочу вас обрадовать. Портал я уже нашел и сломал спавнер. И, кстати, как хорошо, что мы с вами создаем по 12 ока эндера. Кстати, я один случайно выкинул. Иди сюда, братишка. Тот в лаве не сгори. Эх, походу сгорел. Ладно. Бабац, зажигаем портал. Ну и погнали в этот эндер мир. Так, ну что ж, ребят, мы в эндер мире. И, как вы понимаете, разрушить кристаллы будет вообще изи. Во-первых, мы можем использовать вот такую штуку, которая не работает на нее. Ладно, а если мы будем делать удар молнии? Ребята. Кажется, у нас есть одна маленькая-маленькая проблема. Дело в том, что молнии в этом мире просто-напросто не работают. А нет, работают, все нормально. Но они не разрушают кристаллы. Кстати, стоп, мы же можем кидать наш штормбрейкер. Я его выкинул, кстати. Что произошло? Что это за звук был? Что за звуки были страшные? А где дракон? Только не говорите, что я штормбрейкером случайно дракона загасил. Надеюсь, это не так, потому что это будет очень странно. А нет, дракон жив, слава богу. Больше свой штормбрейкер во время полета я кидать, пожалуй, не буду. Это опасно. Так, ну что, ребят, вроде мы расфигачили все кристаллы. Теперь нам нужно расфигачить дракона. И в полете мы ему сносим довольно-таки много хп, ребят. Просто посмотрите, он даже уйти от нас далеко не может. Потому что мы очень быстро летаем, очень быстро бегаем. И, кстати, ребят, сейчас я вам покажу силу Одина. Готовы? Ба-бам! Да, это просто офигеть, как много ударов молний во всех ближайших противников. Но в интермире это толком не работает. Так что сейчас добьем дракона, и я вам покажу полную мощь этой способности. Давай, дракончик, до свидания. В принципе, с тобой мы сражались очень даже недолго. Так что пока. Ой, дракончик рассыпается, но мы еще не посмотрели силу Одина. И, кстати, я могу еще блокировать удар вот таким вот образом. Так, опыт, я думаю, нам даже не нужен, так что погнали в обычный мир. Здравствуй, дом, милый дом. А можно мне, пожалуйста, ночь? Спасибо. А можно мне зомби-апокалипсис? О, спасибо большое, ребят. Сила Одина. Все. Просто здесь был зомби-апокалипсис. Сейчас его как бы нет. И ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. Если он вам понравился, то обязательно влепите лайк и подпишитесь на мой канал. Ну а с вами был Скрэч. Всем удачи и всем пока. Чух-чух-чух-чух-чух.